ну что друзья приветствую всех на канале наконец-таки я вернулся с отпуска был сочи отдыхал правда отдыхал всего лишь неделю ну и наконец-таки выйду по работаю сегодня краски 2 сентября детишки пойдут школу потому что воскресенье не ходили скорее всего а сегодня у нас понедельник ну и сегодня также расскажу что случилось с моей машиной как она мне деньги начал высасывать но и также расскажу о своих планах на будущее потому что я реально задумался переехать в сочи в будущем ну и так же расскажу про свой опыт что я там видел какие там красоты и так далее так что присаживайтесь поудобнее и в общем погнали так ну все господа время начинать работать так что выхожу на линию время 8 утра 2 сентября проритет плюс 30 баллов можете сами посмотреть за что конечно мало но что поделать коэффициенты на бизнес горят так что все выхожу на линию начинаю муководить но или зарабатывать как там получится и сразу заказ на бабушкина но опять позовица друзья если вас вдруг также youtube подвисает ну во первых можно использовать vpn для этих случаев но или же смотреть youtube с мобильной связи но если все-таки с какие-то трудности есть ним то вы к видео на следующий день я буду выкладывать также видосы то есть мне сообщество можете перейти по ссылке внизу и смотреть видосы на следующий день ну а так естественно ютубе также продолжаю свой блог вести и ролики также там будут ладно продолжим просмотр принципе неплохо неплохо я думаю главное чтобы дождались поехали здрасте здрасьте здрасьте академия да там уже капец народу вот вам 2 сентября которое считается первым ну в общем 39 минут мы ехали и завершаем заказ и нормально так первый заказ жирненький вышел два косаря даже чем больше но минус естественно комиссия а вот это вообще какой-то прикол прикиньте маленький кэфф платная подача 14 километров вы че совсем что ли угараете что ли какую психушку вы че угараете что ли ладно сам поеду сменю район потому что на этом районе заказов нету от слова совсем и кэфф куда-то ушел куда-то ушел поэтому пойду искать заказы в другом районе то что здесь все-таки он бедненький ну все вроде не в бедном районе то понял тут понял в общем ждем заказов ну кафе конечно нет и заказов тоже нет пока что 9 утра друзья но если вы работаете в такси или же планируете работать то знаете то что я также подключаю к яндекс такси абсолютно по всей россии абсолютно любые тарифы даже включая доставку и грузовой комиссия парка как себя самая минимальная да нет она столько минимально что вы даже не почувствуете ну а выводить свои деньги вы можете прямо с таксометра зовут берем всего лишь один процент это идет просто на работу банка но и выводить вы можете деньги также по несколько раз день причем деньги вы можете вводить мало того что на карта любых банков так еще и можете вводить не только к себе но и на жену и сестру и так далее то есть можете вводить деньги свои родственникам что очень многим удобно и очень нужно ну а при подключении парково самозанятого вы получите целых пять дней без комиссии парка ну или также если вы переведетесь на парково самозанятого ну и конечно же естественно в парке работает круглосуточная техническая поддержка отключаем наличку если вам требуется и хотите катать только без знал причем мы отключаем это даже когда вы находитесь зоне высокого спроса для этого парка помогает ну и все преимущества естественно парка также присутствует поэтому если готовы подключаться естественно пишите по номеру ватсап также все ссылочки контакта стали в описании к видео и закрепленном комментарии ну и знать то что подключаясь к моему парку ты помогаешь и мне и развитию канала что очень важно потому что видосы от этого зависит так зеленка ребята зеленка ну-ка дверь самостоятельно откроет тишине а тогда ажиотаж закончился буквально 9 часов утра уже и все заказов нету кэпов нету все уехали в школу ну или же университет была там я краски вез парня ты че вообще уговораешь короче заказов нет больше я думаю будет больше заказов оказался не так уж и больше капец я встрял с этим заказом 24 минуты ехали естественно копейки получаем 600 рублей и минус комиссия но ехать при этом было недалеко но стреля в жесткую пробку потому что во первых в арке застряла газель не рассчитала габарита так она еще ехала по встречке у нас было одностороннее движение а газель ехала на встречу движения ну как бы вообще трэш какой-то и застряла потом вроде как выехала сигналили все орали а он все равно пытался проехать по встречке даже если не мог даже проехать потому что опять же кабина ему не позволяла реально но это нас такая популярная арочка в питере может даже на карту щас покажите находится в общем частенько то газели едут и частенько там застревает и кабины свои оставляет ладно поехал заказать дальше искать офигеть даже как какой-то маленький но есть но вот этот заказ учить получше чем был прошлый 11 мы ехали грузовик бы не задеть пока показывал и завершаем заказ и получаем 654 рубля и получил я следующий заказ даже с цепочкой и поедем и на кладбище на бизнесе я думаю чего не отменяют наверняка же готов ехать на кладбище так оно и есть тоже мы сюда приехали и в общем завершаем заказ 40 минут и человек как-то я думаю будет побольше 1329 рублей так друзья переместился как видите на задний ряд сидений хочу вам рассказать одну интересную историю о том как покупать машину под бизнес-класс и что с ней происходит после 100 тысяч километров у меня кстати уже сто семь тысяч прокатился на ней уже на море но до моря очень много денег и в него вложил чтобы она принципе хотя бы доехала давайте в общем обо всем по порядку началось у меня в общем со свиста под капотом на этот раз за свистел у меня ролик оказался даже не один ролик свистела целых два то есть один ролик обычно есть ролик который идет на натяжители ремня вот на натяжителе ремня свистел у меня прям очень жестко прям было слышно сами послушайте звук короче очень неприятный на видео это один звук в живую он еще хуже а с пассажирами так вообще стремно кататься ну потому что приезжаешь на тачке ведь он начинает он свистеть жестко естественно ну как бы стрёмно что ли вот поэтому надо было ремонтировать и в общем записавшись сервис начал все это дело менять но по факту по факту оказалось не все так просто поменяли мне сначала натяжители ремня поменяли ролик и у меня шкив коленвала начал стучать то есть после того как у меня получается новый ремень с новым натяжителем натянул этот шкив он ну как-то видимо сместился не знаю но есть видимо тоже выходил уже строя и очень начал постукивать очень неприятно и очень дорого потому что сам шкив коленвала стоит на секундочку официального дилера как мне сказал этот сервис соточку только один шкив коленвал соточку стоит естественно денег мы таких нету начал искать там какой-то аналог по факту я его и нашел в дальнейшем вот но и остальные запчасти тоже были все аналоги то есть если бы я все ремонтировал с оригинальным запчастями бмвшными так скажем да у меня вышел бы ремонт в 200 тысяч рублей а так он у меня вышел в 70000 рублей то есть так скажем я сэкономил но это ремонт плюс работы вот то есть сейчас видите на экране что я купил и поставил получается сначала в первом сервисе также заменил муфту кардана который очень давно уже был поменять вот и в дальнейшем я еще купил шкив этот коленвала или демпфер крутильных колебаний как он по-другому называется он вышел мне в 15 тысяч рублей аналог фирма не помню как сейчас увидите скорее всего на экране вот и плюс еще работы вышли по установке 7000 рублей правда за 7000 рублей это не только поставь но еще мне также почистили впускной коллектор то что впускной коллектор тоже кстати с чем километров очень сильно засоряется закоксовывается и нужно тоже почистить со своим на дальнее расстояние то что говорят если вы не почистить и допустим там клапан не откроется и тогда может . начать греться впускной коллектор начать греться и может даже вспыхнуть вот так что естественно тоже почистил тоже сейчас видите на экране насколько он был сильно загрязнен принципе прилично причем фотку не я то есть на фотках одно живой было много еще хуже так что вот такая подстава у меня произошла на 100 тысячах километрах то есть ну вот такой принципе довольно таки крупный ремонт потому что опять же я сэкономил сделал все за 70 тысяч рублей а мог бы не экономить и сделать на официальном дилере имя сделали бы все то же самое но за 200 а то и выше так что вот такие дела думайте господа покупать вам машину такую или же нет то что дальнейшем еще нужно менять тормозные колодки задней с тормозными дисками и также нужно менять передние тормозные диски также нужно поменять масло моторное в двигателе в редукторах также мне нужно еще там развал схождения сделать ну и там по мелочи по мелочи кстати говоря еще также почистил радиаторы паром вот они были сильно загрязнены поэтому машина грелась после очистки радиаторов паром вся эта проблема ушла ну и это вышел меня 8000 рублей так что уже маска последний месяц а потратил 80 тысяч рублей на бэху и это опять же я сэкономил все снова линию и продолжаем дальше работать но пока кстати касса у меня вышла интересно эти вышла на меня 3333 рубля и 88 копеек а время почти на часов дня и короче пока сижу жду заказ приходит такое у меня сообщение от яндекса потратите выписку из реестра т.с.ф.г.с. в общем типа 30 часов если я отработаю на этой неделе то мне доступ заблокируется а вот это кстати очень интересно я думаю для бизнес тарифа никаких таких приколов не будет а тут все равно отсылает и уже два раза присылают то что нужно потратить эту выписку странно я конечно проверю проверю но мне кажется никто ничего блокировать не будет да и правда я не работаю так много может быть даже 30 часов и не выкатываю в неделю поэтому можете париться же не надо да зеленка 5 принес закатать ждала заказ с кэфом кэф пропал заказов естественно пока кэф был не было а как кэф и ушли заказы появились просто так пригнал я в школу ответ школьника в первый раз сегодня и 785 рублей за 20 минут до подачи конечно не совсем близки но ладно прокатим даже маленький 16 коэффициент есть и все по району по району катаюсь просто раздель доблестью сауну сауну оказывается нет но там точно не куда я ехали сауну маска 1 сентября и общем заказ 12 минут 654 рубля вот такие вот разношерстные у меня пассажиры до этого вез детишек в школу а сейчас его с мужиков сауну сейчас дня 2 сентября ладно хватит сидеть на районе поехали на ливенский символиков хорошие пока не общегорят то что они очень быстро попадают поэтому лофт проект тоже сети лофт и радио нужно нужно подключить вот так вот сейчас как я все ложатся спать я включаю рок-н-ролл дело не в тебе было все уже предрежено я я найду тебя параллельной вселенной потеряю себя где-то в черной дыре событий мне ругаться матом событий мне ходить на рейф кручу на заднем по трейк бульвар и мой мир прекрасен мой мир в 3d ну нахер так все приехал в этаже ну кстати нормально жирно получилось 43 минуты и почти два косаря и короче яндекс дальше решил поугарать давно решил мне предложить купить машину прикиньте горячей сибири 4 pro можно за миллион восемьсот все взять или exit lx короче и то это не надо но прикольно конечно тема вроде как прям вот хочу машина хочу нажать но куда мне еще эта машина не это точно не выплатить мне еще шесть лет платить по сто тысяч рублей в месяц напомню-ка ну можете поменьше может быть пять лет и десять месяцев неважно в любом случае платить еще долго она уже вылетит из бизнес тарифа а я буду все равно за нее платить так ну и теперь также немножко отдохнем но я расскажу про отдых свой что ли ну и почему я захотел переехать в сочи да я реально хочу переехать сочи ближайшее время ну ближайшие полгода по крайней мере то есть нужно денежку подкопить там какие-то долги закрыть и думаю в конце апреля я уже рванул на моря и возможно даже не буду возвращаться обратно ну или возвращаться будут только что простеньков навестить как и говорил уже ранее отпуск у меня длился недельку но принципе кто подписан был на мой телеграм-канал тот знает а кто не подписался должен подписаться потому что там очень много чего интересного чего нет на ю тубе опять же так вот хоть и отпуск у меня вышел можно сказать скромный и всего неделю отдыхал все равно потратил я в сочи 80 тысяч рублей потому что там ценники просто бешеные кушала в столовках там за 700 800 рублей в кафешках там минимум на тысячу рублей покушаешь и это даже может быть будет намного вкуснее но примерно ценник как столовый блин я еще не понимаю понятное дело искупался в черном море даже под водой поплавал на 10 метрах в общем арендовали там снаряжение для дайвинга и прям с инструктором на 10 метров погрузились рыбка рыбок покормили жалей видео не записал потому что не было возможности и не хотелось им платить еще косарь сверху за этот дайвинг то есть там дайвинг стоит там 33 500 плюс еще 1000 рублей за съемку но верно надо было надо было но не заплатил а так принципе весь отпуск бухал 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 в клубы ходил еще раз бухал то есть принципе ничего интересного как и все обычно отдыхают но многие отдыхают но вот под конец вот под конец самое крутое я увидел из-за чего я и захотел переехать в сочи это естественно горы море вроде как классно все да но без гор моря как будто и не море то есть как будто на озере находишься а вот именно те самые горы которые просто смотришь одно дело видео а другое дело смотрю живу это просто неописуемые и за восторг и счастье потому что но это настолько красиво все настолько масштабно все это стоит там где-то вверху плюс еще мы также поднялись в эти горы получается на канатной дороге на 2 километра 300 метров вот и там вообще такое неописуемое беру то что сейчас увидите сейчас на видео это все фигня это реально все фигня потому что вживую это вообще нечто прям хочется взять там и жить в этих горах что возможно кстати так и будет потому что если я красный поляне сниму отель точнее отель какой-то отель квартиру то может быть квартира будет с видом на горы и буду херачить в такси чтобы я окупать тоже квартир опять же там дороже чем в питере вот а а Ладно, продолжаем дальше работать. Если что, я записываю это все в другой день. Поэтому не кричите в комментариях, что ни хрена не работаешь, что болтаешь что-то на заднем сиденье и кассу не поднимаешь. Это все, что на следующий день записывается. И тут привалил коэффициент. Ну, понятное дело, это будет какой-то небольшой заказик, каратыш, можно сказать, но кэф-то хороший. Едем. А вот такое я люблю, потому что 9 минут мы ехали и почти косарь. Ну да, ну да. Правда говоря, бутылку воды выпили, поэтому минус еще полтинчик. Ладно, покатал кэфе, теперь обратно катаем зелень. Сколько можно, блядь? Сколько можно, еб твою мать, блядь? Дом красивый, дом богатый, но заказ, конечно, не оценивается как богатый, потому что 7 минут 450 рублей, можно сказать, минималочка. Ой, люблю я такую тему, не знаю зачем, но опять же беру, почему то. А где-то деревня находится, а находится она почти в девятке. Ну ладно, потом по дому уже поеду, если, конечно, что-нибудь получу. Здравствуйте. Деревня Анклова, да? Анклова, да. Так, ну реально какое-то деревня приехал. Ну я, в общем, 40 минут покаду по ЗСД. 400 рублей платная дорога, а в сумме, а в сумме у нас 2169 рублей. И пока вот только такой дали заказ, ну хотя бы до метро возьмем. И, естественно, прокатим. Так, ну все, я на парнасе. Ну и 19 минут и 915 рублей. Ну и все. Теперь точно можно кнопку домой стоять, потому что до этого не стояло. Так, ну что ж, господа, давайте наконец-таки подведем итоги, сколько я сегодня заработал. Ну, отработал я, получается, 9 часов, реальных рабочих 9 часов мне вышло. Вот, ну и давайте посмотрим, сколько именно вышло по кассе, что очень-очень интересно. А по кассе вышло вот столечко, ребята. Это 15 тысяч грязными, ну или же чистыми где-то 10700. То есть, в принципе, я думаю, за 9 часов неплохая касса, но могло бы быть и лучше. Все-таки сегодня был праздник, поэтому могло бы быть и лучше. Ну, а вот это, если что, запись с таксометра, ну, чтобы вы мне все-таки больше доверяли, потому что вы подумаете, что вот этот скриншот непонятно откуда, но этот скриншот, если что, из парка моего. А это, ну, с таксометра, я думаю, и сами все понимаете. Там также учитана комиссия, видите, там минус 4000 с чем-то, комиссия парка учитана и все-все-все остальное, хотя там больше учитывать нефиг. Ну, а теперь давайте по расходам, как мы любим. Пробег у меня сейчас не составил где-то 250 километров, расход 8-8 литров на сотню. Поэтому уже из а-ля чистой прибыли давайте вычтем бензин. А, нет, у меня ждите. Дизель вычтем, дзынь. Потом также на воду и омывайку я потратил сегодня где-то рублей 300, поэтому вычитаем также 300 рублей на прочие расходы дзынь. Далее, естественно, учитываем налог самозанятого. Он составил у меня вот столичка дзынь. Ну, и, конечно же, учитываем саму машину, потому что я за нее плачу кредит в соточку в месяц. Вот, также я обслуживаю по 20-ке в месяц примерно, нужно откладывать. И если взять 24 дня примерно рабочих, разделить эту сумму на 120, вот, то получится где-то 5000 рублей. Нужно каждый раз вычитывать. Так что тоже вычитываем дзынь. Ну, и вот такой доход получился. Мало это или много, сами же решайте, потому что, опять же, 9 часов поработал, поработал бы как нормальный таксист, то заработал бы побольше, то есть больше бы осталось. Ну, естественно, когда кто-то работает на аренде, естественно, так же и работает намного больше, чем когда на своей. На своей можешь расслабиться и так далее. Главное, не забывай платить кредит. Ладно, ребят, большое спасибо за просмотр. Надеюсь, Лука заслужил, поэтому лайкосик поставь, подпишись на канал, чтобы не бросать другие свежие ролики. Буду стараться работать теперь уже на разных тарифах, потому что, опять же, благодаря вам, которые работают в моем парке, у меня есть такая теперь возможность, поэтому буду пытаться изучать разные тарифы, разные машины и так далее. Ну, и вам большое спасибо за просмотр, огромной-огромной удачи и всем-всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok